Новомодным увлечением молодежи вейпами заинтересовались и законодательные органы власти. В Московской областной думе состоялось заседание на тему профилактики парокурения, наркомании и алкоголизма среди школьников. Присутствующие выделили употребление молодежью вейпов как на одну из наиболее остро стоящих проблем. На заседании был предложен законодательный запрет на продажу электронных курительных устройств вблизи школы и спортивных учреждений. Вейп – это тип электронных сигарет. По сути, устройство представляет собой парогенератор, в котором испаряется специальная курительная жидкость. Пар от нее вдыхает курильщик. Вейпы часто сравнивают с сигаретами. Однако специалисты уверены, эти электронные новомодные коробочки порой оказывают на организм куда больше вред. Кроме того, государством никак не регламентируется качество вейпов и смеси для них, отчего их употребление становится еще опаснее. В смеси для вейпов есть никотинсодержащие. Есть, которые без никотина. Однако, брался анализ, допустим, 10 жидкостей для вейпов, где заявлено меньше никотина, содержалось гораздо больше, а где его не было, все равно следы никотина были. Вдобавок, химический никотин, это не природный, который получается из растения, из табака самого, а химический, оказывает более пагубное влияние на центральную нервную систему. Вейпинг – явление относительно молодое и еще недостаточно регламентируемое на законодательном уровне. В настоящее время нет ограничений по возрасту при продаже пароиспарителей. Их использование не запрещено в общественных местах. Именно поэтому вейпами заинтересовались чиновники. И на недавнем заседании Мусоблдуми предложили ввести на региональном уровне запрет на продажу вейпов вблизи школ и спортивных учреждений. Ведь основная категория людей, употребляющих электронные новинки – молодежь. Если есть такая потребность, конечно, организовать продажу электронных сигарет в специализированных магазинах, которые будут располагаться вдали, подальше от школ, от лицеев, вообще от учреждений среднего профессионального образования. Потому что подростки – это еще пока формирующиеся личности, они еще не до конца понимают всю опасность, которым могут нанести тот вред для организма, который может вызвать сигарета электронная. А опасности здесь хоть отбавляй. Начиная от аллергии и вреда для вестибулярного аппарата, заканчивая необратимыми последствиями в виде тяжких заболеваний. Тем не менее, это не останавливает любителей вейпов. За последние 8 лет количество людей в мире, вовлеченных в парокурение, возросло в 11 раз. И эта цифра с каждым днем растет. Анна Троян, Мария Лапочева, Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.